В минувший понедельник Денис Паслер внес изменения в указ против распространения коронавируса. Теперь все компании могут проводить мероприятия в актовых и зрительных залах. Помимо этого, объектам общественного питания разрешено работать без ограничений по времени. Но проводить массовые мероприятия по-прежнему запрещено. Именно для наших предприятий этого на 95% достаточно, так как в период пандемии и более сильных ограничений мы адаптировались и работаем в новом формате. В частности, европейская посадка, соблюдение дистанции, соблюдение всех требований. На мой взгляд, если бы не запрещали корпоративные мероприятия, если бы не запрещали какие-то коммерческие обучения во всех индустриях, которые уже год не проходят, все бы платили налоги с дохода, это было бы хорошо. Во-вторых, все бы уже в открытую продолжали соблюдать все нормы. Послабление противоковидных мер коснулись не всех владельцев малого бизнеса. Губернатор области продлил запрет на работу кальянных, точек продажи разливных напитков, а также развлекательных заведений. В их число вошли и ночные клубы. Стоит отметить, что, несмотря на действия указа, многие заведения уже давно вернулись к привычному режиму и принимают клиентов после 11 вечера. Так, например, развлекательный центр «Матрешка» продолжил обслуживать гостей даже после официального постановления суда о запрете на работу. Владельцу пригрозили уголовной ответственностью. Несмотря на то, что мероприятия запрещены, они все равно проходят, где-то заклеивают пленкой вход, где-то закрывают на ключ. И, на мой взгляд, это абсурдно, потому что люди, которые готовы соблюдать все правила, им приходится прятаться. Но неужели это непонятно, что если ресторан работает, значит, туда придут и будут что-то отмечать. В целом же предприниматели отметили, что посетителей в заведениях стало заметно больше. Однако они по-прежнему стараются соблюдать антиковидные рекомендации. Стоит напомнить, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для лиц 65 лет и старше. Отдельный блок указа посвящен вакцинации. В первую очередь Минздраву поручено привить пожилых оренбуржцев, а также проинформировать их о возможности вакцинации.